Здравствуйте! В эфире программа «Время новостей». Как и обычно в этом выпуске, только самые интересные и важные темы дня. Несмотря на временное снижение перетока электроэнергии из Кубани, после перезапуска энергомоста суммарно генерация в Крыму возросла с 718 до 849 мегаватт. Такие данные озвучили в сайте министров республики, где только что завершилось заседание штаба по ликвидации ЧАЭС. Кроме того, еще оперативнее стали работать в Крымэнерго. По информации начальника штаба Сергея Шахова, за прошедшие сутки на предприятие поступило 242 заявки на устранение повреждений в сетях, из которых 70% были удовлетворены сегодня к 16 часам. На текущий момент теплом обеспечены 801 объект социальной сферы и все жилые дома. Всего по Крыму запущено порядка 700 котельных. Официально Анкара не заинтересована в эскалации конфликта с Москвой. Такое мнение в интервью нашему телеканалу высказал директор экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. Несмотря на обострение отношений между двумя странами, Турция отказывается от введения визового режима с Россией, а ее лидер явно хочет пойти на мировую с Владимиром Путиным. Причина тому – политическая репутация, которой Реджеп Эрдоган явно не хочет рисковать, противопоставляя свои амбиции и финансовые интересы добрососедским отношениям двух народов. Он подчеркнул, что мы любим турок, что готовы с ними сотрудничать, очень ценим отношения, которые между народами нашими сложились. И отделил зерна от плевел. Фактически, так сказать, обвинил только Эрдогана, только вот его, так сказать, эти интересы, связанные с нефтью, связанные с поддержкой ИГИЛ. И он говорил эмоционально, то есть для него предательство, еще вот все видим, да, для него предательство – это один из самых суровых грехов, которые он, так сказать, не может терпеть. Напомним, Россия официально ввела санкции в отношении Турции в итоге в список товаров, которые отныне запрещены к ввозу на территорию нашей страны с начала 2016 года вошли турецкие фрукты, овощи и мясо птицы. Цена на газ для Украины будет формироваться на общих для сопредельных стран рыночных условиях. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Кроме того, чиновник сообщил, энергоблокада Крыма, предпринята украинской стороной, не сможет негативно повлиять на поставки голубого топлива из России в Европу. Глава Минтопэнерго также отметил, что газовые отношения с Украиной и ЕС наша страна будет регулировать в соответствии с подписанными контрактами. Александр Новак заявил, что сожалеет по поводу бездействия Киева в отношении вопроса по восстановлению ЛЭП и выразил надежду на то, что в этом деле все-таки возобладает разум, ведь соседняя страна сама заинтересована в том, чтобы обеспечить электроэнергию жителям Херсонской и Николаевской областей. Президент Владимир Путин поручил изучить состояние предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму на заседании военно-промышленной комиссии. Оно состоится в начале 2016 года. Об этом в ходе рабочего визита на полуостров сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Вместе с Сергеем Аксеновым и руководителями стратегических предприятий чиновник обсудил работу крымской оборонки в режиме ЧАЭС, компенсацию убытков из-за блокаута, а также дальнейшее развитие отрасли. Екатерина Савинина продолжит тему. У трапа самолета вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина встречает глава республики Сергей Аксенов. Рабочие вопросы по готовности предприятий оборонно-промышленного комплекса Крыма к работе в условиях чрезвычайной ситуации начали обсуждать еще в пути. Блокаут сыграл свою роль в работе каждого из них. Из-за длительного простоя многие понесли существенные убытки. Мы должны найти решение, как нам компенсировать те незапланированные траты, тот ущерб, скомпенсировать, который был нанесен в известной диверсии Украины в отношении Крыма и Севастополя. Поэтому я прошу вас и вас, и прошу руководителя Севастополя подготовить очень короткую справку, объективную справку о конкретных цифрах потерь предприятий, которые они понесли в результате вот этих действий, с тем, чтобы мы с председателем правительства могли обсудить и найти варианты компенсации, этих экономических компенсаций для предприятий. Но компенсация убытков – дело не первостепенное, уверен глава республики Сергей Аксенов. Сейчас главное – возобновить работу предприятий. Ведь простое на производстве приводят к нарушению экономической жизни Крыма. После подачи второй нитки, то есть как бы мы более-менее системно сможем расписать весь имеющийся у нас энергетический потенциал, так, чтобы и жилой фонд получал в данном случае электроэнергию в то время, когда люди приходят домой, готовят пищу, отдыхают и так далее. А, соответственно, промышленные предприятия могли как днём, световой день работать, так и искать какие-то варианты работы в три смены. Я уверен, что мы всё это сделаем, этот баланс мы правильно распределим по территории республики. Вынужденный простой стратегических крымских предприятий оборонно-промышленного комплекса можно компенсировать и за счёт дополнительных госзаказов, уверен вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Получить их предприятия полуострова смогут после восстановления энергоснабжения в республике. Недостаточная загрузка. У меня полное впечатление, что у нас наши интервью-массатуры отстегнули, кинули кусок заказов. Это недостаточно совершенно. Да и вообще весь оборонно-промышленный комплекс республики нуждается в серьёзном реформировании, отметил Дмитрий Рогозин. В наследство, доставшееся от Украины, нужно вложить не один миллиард рублей. Особое внимание развитию крымской оборонки уделяет президент России Владимир Путин. В начале 2016 года состояние крымских стратегических предприятий рассмотрят на военно-промышленной комиссии страны. Екатерина Сабинина, Алексей Романов, Время новостей. Страна всегда нуждается в профессиональных защитниках. В Севастополе прошла патриотическая акция «Военная служба по контракту вооружённых силах Российской Федерации. Твой выбор». На площади Нахимова всем желающим рассказали о социальных поощрениях для тех, кто решил связать свою судьбу с армией. Каковы они требования к желающим посвятить свою жизнь военному делу, узнавали наши корреспонденты. В небо Севастополя украсили шесть самолётов ИМ-27. Это русские «Витязи». На скорости 600 км в час они выполняют фигуры высшего пилотажа. Между крыльями расстояние чуть больше метра. Давайте поаплодируем ещё раз за лётчика пилотажа группы «Русские Витязи». Максим всю свою жизнь хочет стать лётчиком. Сейчас он старательно идёт к своей цели. Поступил в военное авиационное училище имени Серово и подписал контракт о прохождении военной службы. Там особое внимание уделяют физической подготовке. На втором курсе уже там гимнастические упражнения надо будет сдавать. Также с трёх километров на пять уже километров переходят курсанты. Там выходы в силы всевозможные, там подъём переворотов. Если всё пойдёт по плану, парень будет пилотом истребителя. Сейчас только обучается. После двух лет обучения сразу же курсанты с сентября начинают летать на тренажёрах. У нас в Краснодаре стоят очень дорогие тренажёры, очень хорошие, которые полностью воспроизводят эффект полёта. Россия уделяет особое внимание военной подготовке. Сейчас вакансий хватает как в авиации, так и в сухопутных войсках. Никто не брошен, мы все вместе. Мы единое целое. И нам нужны молодые люди для поступления в армию, для того, чтобы потом прийти и обслуживать, эксплуатировать нашу любимую хорошую технику. Силу нашей армии в Севастополе на площади Нахимова продемонстрировала российская военная техника. К примеру, среди представленной российской техники здесь можно увидеть зенитный ракетный комплекс С-300ПМ. Система предназначена для поражения вражеских самолётов и крылатых ракет. Она способна одновременно обстреливать до шести целей. На всеобщее обозрение представили образцы оружия морских пехотинцев. Гранатомёт «Пламя» автоматический, предназначен для уничтожения живой силы противника и также огневых точек. Все желающие на месте могли ознакомиться и со спецформой пилотов. Для создания комфортных условий работы пилоту на вот этой высоте, вот противоперегрузочные, вот это у нас уже морской спасательный костюм. Также на месте развернули полевую кухню. Всех желающих угощали гречневой кашей с тушёнкой. Полезно, а самое главное вкусно. Российская армия хорошо заботится о своих подопечных, предоставляет жильё, питание и страховку. При выслуге 20 лет и более к пенсии идёт надбавка. Во время службы по контракту денежное довольствие до 60 тысяч рублей. От 17 тысяч рублей в месяц. А дальше это всё зависит от надбавки, от сдачи его нормативов по физической подготовке, от допуска секретом, от занимаемой воинской должности. Желающим служить по контракту в российской армии требований немало. Возраст от 18 до 40 лет. Здоровье наивысшей категории А – среднее образование. Что касается физической подготовки, нужно сдавать минимальные нормативы. 10 подтягиваний, бегать 100 метров за 15 секунд и километр за 4,5. Дмитрий Попов, Анатолий Кукса. Время новостей. Севастополь. Крымчан научат грамотно потреблять электроэнергию в режиме ЧАЭС. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщил заместитель профильного министра Сергей Бедрок. Соответствующую памятку разместили на сайте Крымэнерго. В ней представлены рекомендации, которые помогут существенно сократить расход электричества. Доведено по всем подразделениям РЭСов в регионах. Взаимодействие идет с муниципальными службами, то есть оповещение населения. Еще раз призываю, бережнее относитесь. Электроэнергии, к сожалению, на данном этапе на всех не хватает. Поэтому мы все в одной лодке. Это Крым наш весь общий дом. Поэтому давайте как-то друг друга будем взаимно выручать. Также Сергей Бедрок сообщил заявление украинских властей о том, что это они восстановили поставки электроэнергии в Крым, не соответствует действительности. По мнению чиновника, подобные высказывания не имеют ничего общего с реальным положением дел и являются спекуляцией. Электроэнергия пришла с материковой части со стороны Кубани по энергомосту от Российской Федерации. То, что у них там откуда пришло, я, к сожалению, не психиатр и не готов комментировать мозговое состояние этой страны. Последние две недели жизнь на полуострове нельзя назвать обыденной. Свет по расписанию, вынужденные отпуски и каникулы напомнили крымчанам 90-е годы. Особенно пострадали поселения, практически полностью зависящие от электрики. Но при этом в условиях чрезвычайной ситуации крымчане уже научились не выживать, а именно жить. Тем более, что сейчас, после запуска энергомоста, графики верных отключений обещают сделать удобным для населения. Как справляются с ЧАЭС в Старом Крыму, расскажут наши корреспонденты. В Старом Крыму проживают чуть более 9 тысяч человек. Из-за срочной газификации, проводимой в течение прошлого года, его жителей миновала участь самого пострадавшего в связи с энергоблокадой города Щелкино. Тем не менее, еще пару дней назад горящая лампочка считалась большим подарком. Я могу сказать, что, наверное, не только в Старом Крыму, по всему Крыму такая сложилась ситуация, что очень напряженно. Конкретно, братья Старый Крым, у нас, конечно, свет был два часа в сутки, а то бывало и вообще по суткам не было. По всему Крыму были установлены лимиты Крымэнерго в связи с работой штаба по чрезвычайным ситуациям, возглавляющей Шаховым Сергеем Николаевичем. Лимиты на Кировский район был определен как 1,92 мегаватта. После начала поставки электричества по энергомосту из Краснодарского края этот показатель увеличился вдвое. Президент заботится о гражданах Российской Федерации. Он приехал и при всем том, что он занят и очень много работы и проблем, он приехал дать электроэнергию. И действительно, запуск этот произошел. Были даны первые 100 мегаватт. На заседании местного штаба ЧАЭС впервые заговорили о скором выходе из условий чрезвычайной ситуации. Это результат хорошо организованной работы всех общественных и городских структур. Включились все, работали практически чуть ли не 24 часа в сутки. Наш лесхоз откликнулся, помог нам, привезли дрова. Обратились к главе района для того, чтобы подали на нашу газовую станцию электроэнергию по времени, к тому, которому могли распределить газ с гемкостей в баллоны и раздать людям уже газ в баллонах. Школьники и представители национальных общественных организаций активно помогали старикам и инвалидам справляться в сложившихся достаточно непростых условиях. «Ходим, оцениваем, какие проблемы, в чем они нуждаются. У них есть телефоны наши, если что-то случается, они нам звонят. Нет, мы постоянно здесь в городе находимся и заезжаем к ним. Кому лекарства нужно, кому нужно покушать хлеба, кто не может выйти взять». Сотрудники МЧС вместе с местной властью организовали и пункты жизнеобеспечения. В этой палатке можно не только согреться. Здесь есть и спальные места. Правда, сейчас она не так востребована. Графики подачи электроэнергии после запуска энергомоста стали куда удобнее. «Подходят даже люди, удивляются, зачем это все якобы организовано. Потому что раньше никто этого не видел. Приходится каждому обещать, что в Крыму действительно объявлена нечеречная ситуация. И вот такие пункты обогрева присутствуют по всему Крымскому полуострову». Такой оптимистичный настрой жителей Старого Крыма обусловлен каждодневным увеличением количества подаваемой электроэнергии. А представители городской администрации уверены, что со следующей недели детские сады, школы и другие учреждения начнут свою работу в обычном режиме. «Средник выключается, все-таки ждешь, когда же его отключат. Все переделаешь и ждешь. Поэтому, конечно, чувствуется. Спасибо огромное нашему президенту Владимиру Владимировичу, что он нас не забыл и все сделал возможное». Мария Лазариди, Анатолий Скорик. Время новостей. Старый Крым. В Ялте представители различных национальных общин высказали свое отношение к так называемой энергетической блокаде Крыма. По их мнению, эта провокация уже вызвала диаметрально противоположный эффект, в первую очередь ударив по тем, кто живет за перекопом. Позицию крымских болгар, татар и грузин разделяют и живущие на полуострове этнические украинцы. Продолжит тему Дарья Скобеева. Важно, что свои доклады участники конференции представляли на родном для них языке. Но при этом мнение все равно оказалось единым. Болгары, к примеру, поведение Украины в нынешней ситуации называют не иначе, как геноцидом. Мы хотим сказать, что несмотря ни на что, несмотря на сложности, какие создаются сегодня в Крыму, это нас объединяет, это нас сплочает, это делает нас сильнее. И я думаю, что ничего уже не способно изменить того, что мы с Россией. Кстати, именно Болгария первой официально признала Крым частью России. Об этом вспомнила представитель русской общины на полуострове Анна Педес. И добавила, от глупости украинского правительства страдают не только крымчане. На полуостров за помощью обращались уже многие жители Херсона. Вот столько людей сидит обесточено, практически 40% в Херсонской области, 30% в Николаевской и Одесской области. Люди на той стороне, нас понимают, обычные люди. Ну и вот кучка каких-то негодяев там старается нам устроить такую вот своеобразную блокаду. Не осталось без слова и представитель Казанско-натарского общества Крыма. Светлана Алиева, от всего своего народа, проживающего на полуострове, выразила твердую уверенность в том, что никакой блокады жителей республики уже не напугать. То, что стараются нас немножко припугнуть, что там света нет, а вот будут еще какие-то акции, я думаю, нас не напугать. Мы уже люди закаленные. Едва ли не самым ожидаемым выступлением стал доклад гражданки Украины. Студентка Полина Щербина называет вещи своими именами. Это предательство, по-другому данный поступок не назовешь. В такой ситуации в незалежную не верят даже недавние ярые сторонники идеи возвращения Крыма в состав Украины. Что делает украинское правительство? Почему они бросили нас здесь, граждан своей родной страны Украины? Такой ситуации вообще, по сути, все равно на нас что ли? Ну, вот это, конечно, обидно. Важнейшим фактором межнационального единства в Крыму является солидарность мнений. Это то, о чем в Украине могут только мечтать. Чтобы они все-таки услышали, что на территории Российской Федерации, в Крыму проживают... Это Россия огромная многонациональная страна. Огромное количество народов. Мы хотим, чтобы нас слышали и считались нашим мнением. Озвученные доклады станут основой обращения в Министерство внутренних дел Украины. Участники конференции не сильно-то и рассчитывают на благоразумие с той стороны. Но все же надеются, что поздно в данном случае лучше, чем никогда. Дарья Скобеева, Сид, Мемет, Кукчиев. Время новостей. Ялта. Ветерану Великой Отечественной войны Азату Артемовичу Григоряну 90. Круглую дату фронтовик отмечает среди родных в море подарков, цветов и теплых слов. Ведь Азат Артемович один из тех, благодаря кому мы сегодня живем под мирным небом. Поздравили юбиляры с 90-летием члены Крымского отделения партии «Единая Россия» и наша съемочная группа. За 90-летний юбилей полковника Григоря Азата Артемовича наше троекратное «Ура! Ура! Ура!» Гостей Азат Артемович принимает с самого утра. Герой, который знает вкус Великой Победы. Научился выносить уроки из поражения, переносить лишения. А сегодня отмечает 90. До сих пор в строю. «Я сам удивлен, что до этого возраста у меня сохранил хорошую память. Разум. Когда работает? Елки-зюки». На фронт Азат Артемович ушел добровольно. В 17 лет с боями прошел Ростовскую область, Украину, Крым. В пути было нелегко, но рядом всегда находились верные товарищи, вспоминает ветеран. «Был такой случай, когда на ходу уснул и в ковет свалился. Весь взвод – ха-ха-ха-ха. Я встал, ровно через минуту-другой упал туда. Вместе с ними я смеялся». Война закончилась. Азат Григорян решил остаться жить в Крыму. И не ошибся. Именно здесь его настоящий дом. Фронтовик рассказывает, когда встал, вопрос о возвращении на историческую родину в своем выборе не сомневался ни секунды. «Всегда сохраняю в душе любовь к России, любовь к фронтовым друзьям моим, которых хоть нет, что делать. И стараюсь быть бодрым и никогда не унывать». С юбилеем ветерана Великой Отечественной войны поздравили члены Крымского регионального отделения партии «Единая Россия». Для Азата Григоряна цветы, подарки и памятный адрес от главы законодательной власти республики Владимира Константинова. А еще специально к празднику гости подготовили именные стихи и военные песни. Подпевает ветеран с удовольствием. «А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму». «Человек необыкновенный. И вот я счастлива, что сегодня я поздравляла его с днем рождения, что я общалась с ним, что память об этом останется со мной навсегда. И я просто преклоняюсь перед такими людьми. И у нас в Крыму они еще есть. И я призываю всех, каждый по своему месту жительства, найдите этих людей. Окажите им внимание, окажите им уважение, окажите то, что вы можете дать сердце, свою душу, потому что эти люди уходят. И больше их никогда с нами не будет». Азад Григорян называет себя счастливым человеком. Он прожил долгую и интересную жизнь, воспитал двоих детей, а сейчас гордится пятью внуками. И пусть ему уже не так легко ходить, как прежде, за плечами остается главное – бесценный опыт и мирное небо над головой. «Я счастлив, что дожил по 90 лет. Одно неприятно мне, что из фронтовых друзей никто не остался в живых». «Отборать нам рановато, есть у нас еще дома берла». Елена Бережна, Александр Тегнерядно. Время новостей. Круглосуточно патрулируют улицы, ищут пропавших детей и помогают ловить преступников. Добровольцы народной дружины во время чрезвычайной ситуации оказывают помощь севастопольским правоохранителям. В очередной рейд отправились наши корреспонденты. Перед выходом на патрулирование бойцы народной дружины, кроме обычного для таких случаев инструктажа, получают ориентировки с фотографиями троих пропавших детей. «От 10 до 13 лет. Скажем, уже не первый раз попадают они в поле зрения, не из благополучных семей. Ну, опять же, надо отработать. Пока все равно, да. Просто посмотрите детский парк, то, что было водное, что они, возможно, находятся здесь». Поддерживая связь с другими мобильными группами, активисты осматривают темные дворы. Возле одного из домов замечают мужчину, который лежит без чувств. Ему оказывают первую помощь, попутно выясняя, как он оказался в такой ситуации. «Налицо признаки алкогольного опьянения. Мужчина не в адеквате. Споткнулся, упал головой вниз, повредил затылок, разбил его». Дружинникам удалось поймать двоих грабителей, которые нападали на прохожих. Но уйти далеко злоумышленники не смогли. Общественники вместе с полицией быстро их задержали. «Сегодня мы работаем с представителями казачества нашего севастопольского. Работаем тихо, спокойно, хорошо. Люди, которые нам встречались, недорожелательные. Паник, как говорят, что тут паники везде. Такого, как говорится, нет. Люди помогают нам сами. Если какие-то непорядки, где-то отзванятся на штаб». Люди доверяют своим добровольным защитникам. У них есть боевой опыт. В феврале-марте 2014 года они поддерживали общественный порядок в городе. Стояли на блокпостах, охраняя подходы к Севастополю. Ловили диверсантов и блокировали украинские корабли. Елена Бережная. Время новостей. Севастополь. Утром 5 декабря в Симферополе на 2 часа частично перекрыли улицу Маршала Жукова. Об этом сообщает агентство «Крыминформ». Получив сообщение о том, что в одной из поликлиник заложена бомба, правоохранители эвакуировали сотрудников учреждения, на его место отправили наряд саперов со служебной собакой. Бомбу специалисты не обнаружили, зато нашли коробку с тремя черными котятами. В правоохранительных органах от комментариев отказались, а вот пушистых найденышей теперь будут пристраивать в добрые руки. И пока это все новости к данному часу. Ну а мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова